Приветствую Вас и постараюсь ответить на Ваш вопрос с позиции психологии. Вы говорите, что конфликт произошел у Вас из-за того, что с Вашей стороны, если я правильно понял, один раз было вранье. И как бы из-за этого молодой человек Ваш, самый близкий человек Ваш, не хочет с Вами больше общаться. Давайте подумаем, что есть вранье. Вот по сути своей, кто такое вранье? Вранье по своей природе – это всегда невроз. Невроз. То есть вытеснение своих желаний. То есть невозможность быть тем, кто Вы есть на самом деле. Вранье – это означает наличие у Вас и у любого человека, кто врет, определенных противоречий внутри Вас. И эти определенные противоречия, они и не позволяют Вам чувствовать себя неестественно. Чувствовать себя полноценно с человеком. И если Вы, например, врали, то на это у Вас были причины. Мотивы, условно говоря. И если у Вас для этого были мотивы, то в первую очередь, я бы хотел, чтобы Вы постарались бы понять, а какие мотивы у Вас были врать, для чего Вы врали. Что это означает лично для Вас? Какое это значение, какие последствия несет то, что Вы врали? Неважно, кому, молодому человеку, там, себе или что-то еще, важно, что Вы врали. Что такое вранье? Вранье – это определенное поведение, которое не соответствует, что важно, значит, образу, который Вы имеете, значит, для этого человека, о котором идет речь, и, соответственно, не принимаете то поведение, которое, ну, вот, Вы вынуждены осуществить. То есть, Вы врете, по сути, потому что Вы не хотите, чтобы человек об этом узнал. Вы не хотите выходить из своего образа. Образ, который Вы создали в результате отношений. А что такое образ? Каково значение образа? Условно говоря, значение образа можно пояснить через определение его как ориентации не на то, кто Вы есть, а на то, что о Вас подумают другие люди. Именно это и является, значит, причиной, по которым люди начинают враться. Сперва они добиваются того, чтобы быть в глазах некоторых людей определенными индивидами, ну, обладающими, такими же, скажем, определенными качествами. Вот. И после этого, по прошествии определенного количества времени, люди понимают, что вот тот образ, который они заняли, не соответствует им настоящим. И это плодотворная почва для того, чтобы совершать какие-то действия не очень хорошие. Это плодотворная почва для того, чтобы врать и, тем самым, не принимать себя. Почему человек не хочет с Вами общаться? Ну, помимо всего прочего, хочется сказать, что нежелание общаться у человека возникло в первую очередь по той причине, что он понял, понял, он понял, что не знает Вас. Он понял, что Вы совсем другой человек. Он понял, что Вы, грубо говоря, способны на что-то. На что-то, что не соответствовало тому образу, который Вы построили в течении своих отношений. И естественно, что ему нужно время на то, чтобы принять Вас немножко другой. Ему нужно время для того, чтобы адаптировать то, что он о Вас думал, то есть, иными словами, образ Ваш, который у Него был, с тем, кто реально Вы теперь есть для Него. Поэтому здесь лучше дать ему время, не давить на него, а просто-напросто постараться пока нанять нейтральную позицию и, собственно, подождать. При этом Вы можете, в принципе, с ним общаться, то есть, в общении нет ничего плохого. Вот. Но общаться так, чтобы и Вам, и Ему было комфортно. Вообще-то, главное, чтобы именно Ему было комфортно в первую очередь. Это принципиально важный момент, если мы говорим с Вами о том, чтобы Жякова и Жякова вернуть. Далее Вам следует сделать так. Так, все мотивы и смыслы, которые заставили Вас в рак, необходимо привести в единое целое. То есть, для себя понять, что заставило Вас обмануть, для себя понять, какие массивы Вами двигали, ради каких смыслов Вы это сделали и так далее. И представить перед человеком в своем обновленном образе с учетом вот этих, вот этих нюансов. Но при этом уже больше его не удивлять. Основная проблема, почему люди не хотят общаться с тем, кто их обманул, основная причина, это та, что человек ошибался насчет другого. Он думал, что он его знал, а в действительности, получается, что нет. И вот, именно это больнее всего для того, кто оказался, скажем так, объектом обмана. И это необходимо учитывать Вам. это важно учитывать Вам. Если мы говорим именно о том, чтобы Вы этого человека вернули. Ну а дальше от Вас требуется корректное объяснение причин, по которым Вы так поступили, например. и дальнейшее поведение с тем расчетом, чтобы показать своему близкому человеку, что Вы вот такая, Вы лучше себя поняли, и теперь же Вы, ну, например, так меняться не будете. так же будет очень здорово, если Вы несколько раз поясните человеку, почему Вы ему об этом не сказали. Ну, я имею в виду, почему произошел сам факт вранья. Чем лучше Вы это объясните, и чем больше раз Вы это сделаете, тем будет для Вас больше шансов, что он вернется. Далее, Вы говорите о том, что это для Вас самый близкий человек, и здесь я улавливаю определенный набег на то, что у Вас прямо-таки сверх мотивация быть с ним, прямо-таки очень Вам нужно с ним быть вместе обязательно. У этой сверх мотивации, которую, если я понял, Вы испытываете в контексте возвращения человека в этой сверх мотивации есть негативная сторона. Во-первых, он для Вас всё-всё-всё, этот человек И он, скорее всего, знает о том, что он для вас чересчур значимый. И это знание позволяет им иметь возможность вами манипулировать. То есть он может использовать вашу нудьду в нем для того, чтобы вернуться к вам на более выгодных условиях для него. И для более худших условиях для вас. Вот это нужно учитывать. И по возможности значение человека для вас постараться снизить. Вот у меня вознилось такое впечатление, что он для вас очень много носит. И вот это вот очень большое значение. Пожалуйста, не путайте, пожалуйста, его с безразличным. Это немножко разные вещи. Чрезмерно большое значение человека для вас делает вас уязвимой для него. И тем самым дает ему возможность вами манипулировать. Поэтому данные аспекты необходимо также учитывать и смотреть на то, как человек себя с вами ведет. В предложении этой темы мне бы хотелось также сказать, что вы можете сколько угодно просить прощения. Вы можете сколько угодно извиняться перед человеком за то, что он сделал. Но по факту, если он не желает принимать вас, если он не желает ваших извинений, то ничто не заставит его к вам вернуться. И это нужно вам понимать, то есть смотреть. Человек просто не хочет к вам возвращаться, просто используя ситуацию. Или ему действительно обидно и он действительно высказывает вам какие-то вещи. Так же, если предположить, что вы все-таки его вернете, то здесь также очень важный момент. Будет ли он вам вспоминать то, что вы сделали? Будет ли он постоянно обращаться к этому? Если будет, то, к сожалению, можно говорить о том, что человек вас не простил, а просто вернулся к вам, потому что вы ему нужны и потому что у него у вас потребность. И здесь уже вам решать, что вы будете делать. То есть, например, скажем, будете ли вы это принимать или не будете ли вы это принимать. То здесь зависит именно от того, насколько он вам ценен, насколько вы им дорожите, насколько велико его значение для вас. Вот, кстати, именно в контексте значения я и говорил, что дабы быть с ним наравне, нужно снизить значение до того уровня, какое, например, у него ваше значение. Далее. Очень важно, как вы сами относитесь к тому факту, что вы обманули. Чувствуете ли вы, например, ответственность за это? Чувствуете ли вы вину? Простили ли вы сами себя за это? И так далее. Потому что на самом деле ситуация такова, что это может произойти с каждым. То есть каждый из нас может, в принципе, обмануть. И если человек относится к вам так, то получается, что он считает себя непогрешимым. А это, к сожалению, очень приводный звоночек. И характеризует он себя так, что человек ставит, как бы, свою личность выше вас. А это неверное отношение. Это неверное поведение. И самое главное, что такая позиция не гарантирует и не обеспечивает, в принципе, не может обеспечить вам адекватных отношений с ним, равноправных отношений с ним. Поэтому об этом я тоже хотел бы, чтобы вы подумали. Ну и в коем случае не отказывайте ему в желании поговорить на эту тему, в желании выразить свою обиду, если она есть. Вот. И обсуждайте с ним, если он захочет, данный аспект, данный инцидент столько, сколько потребуется. Потому что, если человек хочет разговаривать, это здорово и ни в коем случае нельзя ему этого запрещать. И в коем случае нельзя отказывать ему в этом. А вы можете действовать таким образом следующими фактами. Во-первых, вы можете постараться донести до человека, что, в общем-то, руководствовались вы определенными смыслами, руководствовались вы определенными целями. Это, во-первых. Во-вторых, вы можете показать ему, что больше такого не будет, что вы вот такая, и что вы просто сами не знали о том, что у вас есть определенные, например, желания определенных потребностей, да? Вот. И далее просто-напросто вести себя с достоинством и так далее. То есть не нужно унижаться перед человеком через всю силу. Это не было бы правильно для вас. Вот. Я хотел бы, чтобы вы вот этот момент для себя все-таки постарались бы понять и принять. Ну, а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Вам потребуется определенная работа над собой, чтобы извлечь весь необходимый опыт из этой ситуации и для работы можно, в принципе, пригласить одного из наших экспертов. А может быть, ни одного, если вы этого захотите. Я же со своей стороны буду рад вам помочь, если у вас остались вопросы, отвечу на них. Буду благодарен вам за оценку моего ответа в качестве лучшего, если он вам понравился. И желаю вам всего самого доброго и удачи.